Что-то у меня подружек нет, Олег Геннадьевич. Замечательно. Что значит нет подружек? Ты женщина родилась. Тебе не надо ждать, когда подружки придут. Должна бегать везде по улицам и всех любить. Кошечек, собачек, улыбаться всем. Это ваш мир, женщина, это ваш мир. Вы родились здесь, быть властелинами. Вы хозяйки этого мира, потому что вы хозяйки любви. Мы переехали как-то, часто ездили в Москве с одной квартиры на другую. У меня только мои помощники, только сейчас мне дом строят. До этого у меня его не было, жилья своего. Вот. Мы в Москве когда жили, ездили постоянно. У меня жена приезжает, ей же хочется жить. А вот когда соседи все замученные, такие... Жить невозможно. Чтобы жить, надо всем радоваться, всех любить. Правда, сердце должно быть раскрытым. Она приехала, сразу пирожков напекла, раз к соседке, в квартиру, в соседнюю. Потому что женщина хозяйка судьбы, хозяйка всего пространства. Нечего бояться. Соседка такая, а сосед открывает. Она говорит, а где жена ваша? Там Маруся! Там или кто, ну не знаю, как она сказала. Она такая уходит. Так. На нее, на мою жену смотрит. Так говорит. Я вот пирожки... Я тут у вас соседка. Так. Я пирожки напекла. Я не знаю, как бы, ну новый рецепт вкусный или нет. Попробуйте, пожалуйста. Не хватает такого-то, мне кажется. Ну вы сами решайте. Раз побежала, короче, переделала, прибегает, звонит еще раз. О, теперь хватает. И такая заулыбалась. Это вам пирожки взяла. Прошло три месяца. Я выхожу на работу, сосед выходит на работу, улыбается. Так он у меня смекает. Пирожки вспомнил. Все. Отношения установились. Между нами любовь. Один поступок всего. И все. Я знаю точно, что их собака никогда не накакает у меня на пороге. Никогда. Второй поступок в этом же подъезде. Иногда мне много всего дарят, лишнего. Мы не успеваем съесть. И мы с женой просто дарим. Мы взяли конфеты и положили просто на подоконнике в этом подъезде. Они лежали там целый день. Никто не дотронулся. Потом видно, какой-то ребенок один проходил, а дети, они же как бы, ну, сами понимаете. Дети есть дети. И они конфетку, ребенок один, одну конфеточку, там дырочка образовалась, одну конфеточку съел. Через полчаса конфеточек не осталось там. Потом, когда мы конфеты клали там на подоконнике, их сметали сразу там минут за двадцать уже. Ну, то есть, ну, быстро съедали. Понимали, что это для всех. Просто конфеты. Потом на этом подоконнике появился цветок и кружка с водой. Все, кто проходил, когда видят, сухо поливали. И потом этот подъезд стал очень таким жилым. Понимаете, таким добрым. А в добрых подъездах никто не ворует. Все поруют только в диких подъездах. Когда вор заходит, видит, что цветочки, все ухожено, он там не ворует. Потому что он знает, что соседи сообщат по телефону. Все дружат, опасно там воровать. Такой подъезд добрый, защищен. Там не бывает краж. Туда наркоманы не придут. Наркотики. Там пить водку туда не придут. Потому что они видят, что этот подъезд добрый. Там нельзя это делать. Нехорошо. Только в злых подъездах такие вещи делают. Когда никто никому не нужен. Чувствуете, это энергия женщины. Вот сейчас женщины, они не хотят жить счастливо. Поэтому люди одинокие живут. И на улицах нет счастья. Нигде нет счастья. Понимаете? Потому что женщины не любят друг друга. Раньше культура была другая. Люди постоянно общались между собой. И я когда в Лос-Анджелес приехал, говорю, где люди? А в Сан-Франциско это было. Вышел на улицу, говорю, где люди? Мой организатор лекции говорит, в машинах. Нету на дорогах у людей, понимаете? Десять лет назад это было. Сейчас, наверное, еще хуже. Говорит, у каждого по две-три машины люди пешком не ходят. А как тогда любить друг друга? Через окна лобовое стекло? Улыбаться? Или как там? Я не знаю. В древней культуре женщины, они создавали атмосферу счастья вокруг. И поэтому они были наполнены и сильные сами женщины. Они атмосферу счастья создавали. И даже я помню, когда я был маленький, постоянно женщины выходили из дома для того, чтобы сажать цветочки. Там постоянно торчали на улице возле подъезда и создавали атмосферу любви. То скворечник поставят, там птичек кормят. То посадят цветочки. И постоянно между собой общались с радостью, что-то рассказывали. И вот это все ходили счастливы вокруг, потому что женщины эту атмосферу создавали. Они выполняли свои обязанности. Сейчас женщины общаются только с телевизором. Или с этими, с СМС-ками. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и в небе село. Система ясна? Денщины, создавайте вокруг атмосферу счастья у себя. Это ваше обязанность. Вы сами будете счастливыми. Если на площадке чужие люди живут, вы не будете счастливыми. Потому что женщина контролирует территорию. Ей надо, чтобы она жила так, чтобы все свои были вокруг. Иначе она не может жить. Одни соседи мне не нравятся какие-то женщины, и она с ума сходит. Она не может с ними жить рядом. Так накормите их пирожками. Позвоните и накормите все. Пару раз накормите, и в следующий раз улыбаться начнут. Совершите это аскезу. Это же аскеза, потому что они будут из вас там тебя смотреть. Найдите способ сделать так, чтобы вас полюбили. Сделайте доброе дело какое-то для людей на площадке, вокруг себя, в своем подъезде. Это надо волю иметь, силу внутреннюю. Ну так а для чего жизнь нужна? Один раз так сделали, и вокруг счастья, вокруг вас все. Здоровайтесь друг с другом. В подъездах. Здравствуйте всем, говорите, улыбайтесь. Вы имеете право, потому что вы рядом живете. Вот я в деревне, в которой живу, до сих пор дети здороваются со всеми. Ребенок идет и говорит здравствуйте. Взрослые идут и говорят здравствуйте. Все улыбаются. Хотя это Россия. Латвии должны больше улыбаться. Потому что Латвия. Здесь больше люди, более добрые, нежные. Когда в России лекция заканчивается, народ меня штурмует. То есть они меня окружают, толкают друг друга такие, как бы лезут друг на друга. Женщины кричат. Ой, вы меня прижали! В Латвии стоят такие, как бы скромненько. Не подходят ко мне. Даже говорю, возьмите цветочек. Люди очень деликатные, скромные, стеснительные, такие добрые. По природе. Осталось только улыбаться. Все остальное уже есть. Все. Итак, смотрите. Если вы видите, что никто не подходит, никто не знакомится, никто не любит. Значит, чувство собственного достоинства стоит не там. Значит, ваши отношения с Богом слабые. Бог не сильно вас, вами доволен. Вы должны Его обрадовать своей любовью. Потому что женщина радует всех любовью. Мужчина своей силой. Заботьтесь обо всем. Вот женщину видите, допустим, с детьми. Идете мимо. Вы мужчина. Скажите, вам коляску помочь вести. Даже если она не даст, все равно она будет довольна. Потому что она увидит мужчину перед собой. Или вам сумочку помочь. Нести. Спасибо, я сама. Все равно будет довольна. Или, допустим, вы идете, уступаете место, допустим, человеку. Или еще что-то. Или помогаете там. Или просто радуетесь. Доброе утро! Значит, мужчина прошел. Радость в глаза. То есть мужчина должен показывать силу всем, храбрость, открытое сердце. Надо смелее так жить, не надо бояться этого. Если мужчина так себя ведет, он радостен в жизни, он счастлив, у него есть сила. Я замечаю, иногда в самолет захожу, и вот стюардессы обычно проявляют активность. Они говорят, здравствуйте. Но иногда человек проходит, говорит, здравствуйте. Стюардесса такая довольна. И все, и у ней весь самолет будет хорошая работа. Почему? Потому что кто-то подарил ей счастье просто. Не то, что вот я только должна дарить, я стюардесса. Есть люди, которые уважают. Они просто рады видеть людей. Все рады им. И сразу это приносит огромный энтузиазм у всех вокруг. Иногда я в самолете лечу, и какой-то мужчина, допустим, стюардесса проходит, он с ней шутит. Громко, при всех. Ну, простая добрая шутка. Весь самолет счастливый на весь полет. Все сидят, и он стюардесса говорит. Спасибо вам, хороший человек, за стакан воды. Ну, человек, допустим. Это значит, что у него очень сильная позиция жизни. Он не парится, не боится никого. Все улыбаются, сидят вокруг. Или ребенка, допустим, кто-то проводит, и вы улыбаетесь этому ребенку. Ребенок встает, не хочет идти, и мама улыбается, и вы ему улыбаетесь. Мама тоже довольна. Все вокруг улыбаться начинают. Или собачка проходит мимо. Вы ей улыбаетесь, она вас нюхать начинает. Хозяйка хочет собачку, а собачка не хочет, она с тобой хочет. Потому что от вас счастье идет. И все счастливы. Так надо развивать. Потому что есть естественные источники любви. Это дети. Это женщины. Это собачки. И надо проявлять к ним любовь. Как бы радоваться им. Людям, которые являются источниками любви. Зажигать их. Если девушка, допустим, красивая, можно улыбнуться ей, пройти мимо. И всем будет радостно сразу. И так далее. Мы говорим с вами об удаче сейчас. Об удаче, да? Понимаете? Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасное, доброе внутри. День, дракодил не ловится, не растет кокос, плачет Богу, молниться, не жаляй слез. Понимаете? Мы говорим о том, чтобы быть счастливым, удачливым. Удачливое означает у нее чувство собственного достоинства, имеет сильную позицию. Служение другим людям. Сильная позиция. Мужская у мужчины, женская у женщины. Не то, что женщина идет, говорит всем, здравствуйте, как мужчина. Никому не понравится. Или мужчина, допустим, идет такой, ха-ха-ха-ха, никому не понравится. Каждый должен показывать свое. Сильную позицию показывать. Сильную позицию человека. Каждый человек должен показывать. Аскеза это аскеза. Отдавать. Надо сильно отдавать. Учиться это делать. И тогда будет удяча в жизни. Все человек получает. Все, что ему нужно.